Сейчас уже невозможно представить подготовку полевских спортсменов к новому сезону без тренировочных сборов «Лесной сказки». Отметим, что помимо полностью спортивной четвертой смены, в первую, например, здесь готовились каратисты и представители боевого самбо, а во вторую проводили свои тренировки боксеры. Погода, я бы не сказал, что она и хорошая, но и неплохая. Для спортсменов трудности не представляете? Нет, спортсменов трудности. Дождь, они все равно бегут в лес, у них кроссы, лыжники, у лыжников свое, у этих лекарьков свое. Порядка 20 лет проводят свои летние сборы на берегу Глубочинского пруда секция тайского бокса спортивной школы. В этом году заезд бойцов в лагере был омрачен смертью их тренера Олега Смышляева. «В первое время ребятам было тяжело, но потом со временем как бы вошли в привычные тренировочные процессы и продолжили сборы в таком же режиме». Теперь юных тайцев тренирует Николай Ясный. Николай еще помнит те времена, когда сам готовился к новому сезону именно здесь. Отмечает, что тренировки в лагере позволяют подойти к ответственным стартам в оптимальной форме. «Летом делаем упор больше на физподготовку, то есть больше прыгаем, бегаем, чтобы набрать физическую силу, чтобы потом в зале уже все раскидываться и работать больше на технику». Волейболистки спортивной школы начали свою предсезонную подготовку в Анапе, где провели месячный сбор, а с 9 июля уже заехали на четвертую смену лесной сказки. «Без лесной сказки это в принципе как без рук. Если вот Витязева на побережье Черного моря мы больше уделяли прыжковому, там песок, песок хороший, мягонький, то здесь у нас кроссы, бег, бег, бег. Ну прыжочек тоже. Здесь и погода нам, как ни странно, вот недельку, ровно назад недельку мы приехали, погода стоит, погода хорошая, она и тренировочная, дождей нету, но в принципе все в режиме». Пока волейболистки разминаются на улице, легкоатлеты занимаются в тренажерном зале, лыжники оттачивают мастерство на лыжероллерах, а тайские боксеры проводят в клубе спарринги. Лыжник Максим Рыженьков уже в пятый раз приехал готовиться к новому соревновательному сезону в лесную сказку. Максим отмечает, что больше всего ему нравится культурная программа. «Здесь всякие разные подвижные игры проводят, проводят мероприятия, соревнования всякие устраивают, детективы устраивают, дискотеки проводят каждый вечер. Ну здесь очень много развлечений». «Как будто друзей уже больше станет точно. Два раза в день тренировки, сначала дневная тренировка, там например ускорение вот в горку, а вечерняя тренировка там уже кроссов. Ну каждый же по-разному, там мы легкоатлетики, другие лыжники, другие волейболисты, волейболистки». Ребята и тренеры, как всегда, довольны условиями и ходом тренировочного процесса. Единственное пожелание на будущее – это улучшить футбольную и волейбольную площадки. Максим Исаенко, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.